И Кремль раскрыл подробности разговора Путина с Байденом. Джозеф Байден высказал заинтересованность нормализации положения дел на двустороннем треке и налаживании стабильного и предсказуемого взаимодействия по таким острым проблемам, как обеспечение стратегической стабильности и прочее. И назвали в Кремле возможное место встречи Путина и Байдена. Вероятность встречи они обсудили. Песков сообщил, что звонок Байдена Путину не был неожиданностью, потому что необходимость продолжения российско-американского диалога говорит логика. Потому что они для этого и подогнали войска. Также он рассказал, что президенты обсудили вероятность встречи в одной из европейских стран. Официальный представитель Кремля добавил, что встреча станет возможной с учетом дальнейших шагов американской стороны. И как же Путин не засыт ехать в европейскую страну, где его могут прикинуть прямо на подлете козла этого. Американцы обрушились на Байдена после предложения о встрече с Путиным. Завтра мы будем на эту тему говорить с нашими товарищами. И я думаю в эфир выйдем завтра с Женей. И поговорим о том, кто обрушился на Байдена после предложения о встрече с Путиным. Но вообще это безумство. То, что он сделал, это жесточайшая ошибка. Такое политик допускать не должен. Песков назвал условия деэскалации в Донбассе отказ Киева от провокации. Вот как. То есть это благодаря провокациям Киева собрали со всей России убогих, притащили границы. Они там погорели. Бегают в кальсонах. Это потому, что провокаторы в Украине сидят. Помню, да, как телеграмму. Карсбек. Что ты написал? Карсбек. А это, говорит, аббревиатура. Командировка А окончена. Заложил брюки, еду в кальсонах. Вот так и здесь. Карсбек такой. Писточняк во Францию приедет. Карл, а слава, у тебя будет шанс. Да не во Францию приедет. В Германию приедет. Думаете, такие они умные, что ли? Такие хитрые, что ли? Конечно, в Германию. Так, вот Рафаев пишет. Вячеслав много очков Байдену пишет. Как политика? Он, мальчик, не сам по себе. В отличие от вас, дело-то не в Байдене. Дело в Соединенных Штатах. Он президент Соединенных Штатов. И какой бы он сам по себе или не сам по себе был, те люди, которые вокруг него, даже, предположим, кто-то им там рулит, какая-то мировая за кулисом. Это из-за кулиси Путин. Это еще тогда смешнее. Тогда это еще смешнее. Это из-за кулиси Путин.